Здравствуйте любители шашек! Сегодня мы продолжим смотреть партии с чемпионата Европы по бразильским шашкам, которые проходят в Турции. Во втором туре встретились международный гроссмейстер Александр Георгиев и мастер спорта Мажит Саршаев. Вытянули жеребевку ходов Е3 на Б6, черная шашка Б6 на Б4. И эту позицию они разыграли в двух партиях. Далее был размен на А5, А на С5, ЖФ4, ФЕ5, АЖ3, ЖФ6, БЦ3, размен на Б4. Соответственно бить на С5 нельзя из-за СД4, без шашки останутся. Надо бить на Е5, АБ6, БА3, БА7. И эта позиция очень хорошая за белых, так как шашка А7 доставляет дискомфорт черным. АЖ7, колонна, ДЕ3, ЕФ4, размен 2 на 2, ЖФ6, ФЖ3. На вид позиция простая, но ее защитить очень сложно. ЕД2, ДЦ7, ЕФ4, ДЕ5, ЖХ2, ФЕ7, ЖФ4, ФЖ5, ДЕ3, ЕД6, СД4, ЖХ4, ДЕ5. Пробегают белые в дамки, прорываются в дамки с помощью жертвы шашки. ФЕ7, ЖФ2, ЕД8. Ставить на двойник нельзя ловиться. На Е1 поставили на А5. И нет ни одного хорошего хода. Остаются еще без одной шашки. И это Тенчпель выигранный. Черные сдались. Во второй партии был также бой на А5. Но черные выбрали ход БА7. БЦ3, размен 2х2. АБ2, ЖФ6, ДЕ3, АЖ7. Конечно, хочется пойти ФЕ5, но тут белые заготовили такую ловушку. АБ4, СД2. И по правилам нужно бить большинство. И проводят такую комбинацию. Но это чемпионат Европы. И Александр Георгиев, конечно, на такое не попадется. СД2, СБ6. И позиция полностью выровнялась. Далее было ЕД2, ЕД6. АБ4 ничего не дает из-за АБ6. Напали. СБ4, ЖФ6. Разменялись назад. АБ6. И согласились на ничью. Микроматч Александр Георгиев выиграл. А вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Шашки для всех.